Как сохранить семью? Сердцем хранимые, сердцем хранимые, наши любимые. Почему меня бросил муж? А потому что у него не было совести. Как вот совестливый человек может бросить жену, детей, тех людей, которые отдали ему, посвятили свою жизнь? Как может совестливый человек бросить? Да никак. Там хоть кого влюбись, не бросишь все равно. Почему бросил, не было совести? А почему у него не было совести? А потому что ты жила для детей, означает для себя. Для мужа, означает для себя. Для дома, для своего, означает для себя. Для родителей, означает для себя. А надо жить для Бога, ставить алтарь в доме. Если пищу хочешь кушать, не готовь ее ни для мужа, ни для себя. Пища приготовлена для себя, она увеличивает эгоизм и раздоры в семье. Пища, приготовленная мужа, делает его эгоистом. Надо пищу готовить для Бога. Нужно думать о Боге, когда ты готовишь, слушать духовную лекцию, пищу ставить на алтарь, прежде чем мужу давать, а потом давать мужу. Эта пища приносит ему что? Удачу. Освещенная пища он поел. Понимаете, дело в том, что мужчина, он как антенна, он настроен психикой на энергию любви жены. И это и есть воспитание. Вот вы пытаетесь что-то там ему втулять, что-то там ему говорить, а это вообще не надо делать ничего женщине. Ей надо пищу готовить для Бога и давать покушать мужу. И муж любовь к Богу дальше кушает, потому что он от жены ждет чего, мужчина? Заботу, любовь. И его сердце полностью открыто для заботы. И вот жена через заботу, если она взяла, покормила освещенной пищей мужа, то он никогда не бросит. Это невозможно. Почему? Потому что у него сразу включается совесть. Так действует психика мужчины в отношениях с женщиной. Женщина – это какая сила? Это или нет силы? У женщины есть сила? У женщины нет силы. У женщины есть сила? Какая сила? Сила благословляющая. Есть сила действующая у мужчины. Мужчина сам добивается всего, а женщина не хочет сама добиваться. Если она сама добивается, она чувствует себя несчастной. Женщина благословляет мужа. Благословляет означает вводит в него невидимую силу, энергию, которая называется энергия удачи. И поэтому у нее все получается. Благословляющая сила женщины. Если женщина накормила мужа освещенной пищей, что она сделала? Наполнила его Богом. Вот женщина сама не может так наполниться от себя. Вот она приготовила, сама поела, ей тоже больше нравится, чем если он приготовил. Почему? Потому что она соткана из любви. Она больше может пищу наполнить любовью. Но если... А, сейчас самое время, да? У нас вот можно готовить пищу. Готовить пищу. Вот у нас есть семья Дроздовых. Они много лет, я уже 20 лет сюда приезжаю, и они вот еще у них помощницы появились уже. Они много лет учат, как готовить с молитвой. Поэтому Андрей Юрьевич, Раиса Николаевна. Вот. Это дочка. Уже выросла все. Вот поэтому... Ну как записаться там, да? Кто из вас уже у них на курсах был поднимитель? Ну, многие были. Понравилось вам? Приходите на курсы, учитесь готовить с молитвой. Путь в сердце мужа лежит только через пищу. Почему? Потому что мужчина, он... У каждого человека есть два психических цилиндра. То есть один наружный психический цилиндр. Мужчина очень жесткий, непробиваемый. То есть ему как бы что-то внутрь... Поменять его, что-то сказать, нереально сложно с него достучаться. Но мужчина сам открывается женщине, когда его кормят. Мужчина становится как ребёнок. Он открывается полностью. Вот и энергия её знаний, её чистоты, она входит в его сердце. И он становится зависим от этой чистоты в жизни. Он наполняется этим и живёт этой чистотой. То есть жена для него — это святой человек, священный. Потому что она как на него действует? Она на него действует с помощью служения Богу. Она постоянно на алтаре, постоянно молится, когда рядом с ним находится, и кормит его свящённой пищей. И когда он жену вспоминает, она для него какой человек? Святой человек. Это знаний. Можно святого человека бросить или нет? Он нашёл там себе какую-то тётку обычную, не святую. Как он может жену святую бросить? Это невозможно. Это называется совесть. Понимаете, когда ты показываешь мужу свою чистоту, тогда он верит в твою чистоту. И не может тебя бросить уже. Поэтому женщины с древних времён готовили освященную пищу мужьям, чтобы, во-первых, защищать их от всех трудностей и страданий. Вы скажете, ну как я могу его защитить? Женщина сама не знает себе эту силу. Как я могу его защитить? Это тонкая энергия, невидимая, понимаете? У женщины есть благословляющая и проклинающая сила. Если бы мужики, которые бросают своих жён, знали, что если женщина с маленькими детьми, которые остались без поддержания, без заботы, плохо подумает о нём просто, что тебе не забравать за такой поступок, то это неотвратимо произойдёт, мужчина. Пытайтесь понять, что женщина только внешне кажется беззащитной, и с ней можно делать всё, что хочешь. Понимаете? Женщина является пусковым механизмом для разрушения человека и для, наоборот, возрождения. Женщина рожает человека, не мужчина. Она даёт жизнь. Пусковой механизм для жизни. И женщина запирает жизнь. Вы эту женщину не видели? Но я чувствую её. Знаю. Когда она приходит, показывается, всё, уже человеку не поможет. Я говорю, извините, вам уже не поможет. Это женщина. Она встаёт за ним, белая, белая одежда, красивая. Не как с косой там рисуют, красивая. И она расслабляет человека, любого мужчину, женщину. Расслабляет. И когда человек болел, 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 и раз, вдруг он как будто выздоравливает. Ему как-то спокойно стало, он от всех отвлёкся, ему уже никто не волнует. Это значит, что вот ждите прямо через несколько дней, он уйдёт из жизни. Потому что пришла к нему уже дорогая. Немножко поняли, кто такая женщина или нет? Нет. Женщина жизнь или смерть? Вот и выбирай, что ты хочешь, с кем хочешь иметь дело. Если мужчина женскую природу обижает, надругается над ней, женщина приходит к нему как? В виде смерти. А если он наоборот заботится, она приходит к нему в виде жизни. И знание об этом является очень сокровенным знанием. Поэтому мужчина должен стараться не обижать жену. А женщина должна стараться служить своему мужу. Потому что мужчина — это действующее начало. Если женщина что-то в жизни хочет, всё, чего бы она ни хотела в жизни, она всё получит только через мужа. Потому что всё, что она получила через себя, ей это не поможет. Ну, допустим, вот женщина от мужа получила квартиру. Что эта квартира приносит? Что? Счастье! Думаешь, ты можешь, я подарю квартиру. Это счастье, понимаете? Ну, что мне вам объяснять, вы женщина. А если она сама упахалась и себе заработала квартиру, принесёт ей это счастье? Она квартиру видит и вспоминает, сколько она пахала ради этой квартиры. Счастье принесёт? Женщина родилась для чего? Для наслаждения, а не для работы. Работать, конечно, она тоже может быть. Но как? Разгружаясь от семейных дел. Что устаешь же дома? Вот женщина, особенно несколько детей, мужчины не пускают жить в жену никуда, ни на лекции, ни к подружкам. Это убийцы женщин. И эта женщина, она сбежит от такого мужа. Почему? Потому что женщина дома устает, и она бежит из дома. Почему? Ей надо наполниться энергией, подружек, лекций, добрых людей. И она тогда может дальше служить семье. Но если мужчина никуда не пускает, говорит, давай, 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 давай. Значит, что произойдёт? Она вообще от него сбежит. Она не выдержит, просто ей убежит. А как можно? Представьте вас запилить куда-то в одном месте. И что дальше с вами будет? Будете оттуда сбегать просто. Субтитры создавал DimaTorzok